Как у нас был один пациент, он так получилось, что он то ли не успел принять решение, то ли в последний момент передумал, но с баса. И оказался он на искусственной вентиляции легких, вот не как Нил, через носовую маску, а через трахеостому, вот здесь в трахее. Это, по сути, такой реанимационный пост дома. И он как-то очень устал и просил отключить аппарат ему, и, конечно, никто этого не делал, не мог сделать. И когда он заболел, у него случилось воспаление легких, часто, к сожалению, осложнение тех, кто таким вот образом болеет и лечится вентилятором, он запретил жене, которая тоже была врач, вводить ему жидкость, сдавать лекарства, и запретил повышать параметры на вентиляторе. Ну и, конечно, умер через какое-то время. И тогда, ну, было мнение у некоторых людей, что этот человек совершил самоубийство. Меня даже обвиняли в этом, называли меня эвтонатором, хотя я не имел к этому отношения, но болезненная такая была реакция, что вот он совершил самоубийство. И у нас даже по поводу этого было целое совещание в Свято-Тихоновском институте, которое для нас специально собрал владыка Бантелимон, который, ну, как сказать, опекает эту всю нашу службу, за что большое ему спасибо. И было обсуждение очень теоретическое, и священники, и профессора богословия сидели, и как-то пытались вот решить, было это самоубийство или нет. И он сказал очень потрясающе красивые слова, он сказал, я не человек ученый, я, честно говоря, я просто пастырь. И вот по-пастырски, если я думаю об этом, то для меня вопрос самоубийства, не самоубийства, это вопрос, отпел бы я его или нет, потому что самоубийство православной традиции нельзя отпевать. И он сказал, для меня этот вопрос однозначно, ответ на этот вопрос однозначно, я бы его отпел. Вот, все. То есть, вот через вот такой вот подход к этому, через факт взгляд, через заботу о попечении человеческой душе, вот, пожалуйста, он вот так решил. Вот так понял. Продолжение следует...